Ну ладно, такой цикл коротких видео, чтобы у меня ничего не упало здесь, а то я, как всегда, настрою вроде, потом не работает, не показывает ничего. Так, что ещё? Вот сейчас я покажу на примере нескольких ножей. Так, сразу давайте, может, вытащу. Ещё раз покажу уже подробно. Так, какие, какой. Чехлы в сторону. Так, чехлы убираем. Эх, это ещё не все ножи, у меня ещё штук 30 там в путешествии. Приедут скоро, или уже приехали, надо их привезти будет в переезде в коробках. Так, сразу по заточке. У меня есть вот такие два самые ходовые. Раньше они были приклеены на старом тапке с двух сторон, чтобы можно было вот так вот удерживать и затачивать. Ну, сейчас я предпочитаю так. В принципе, можно и так в руках удерживать. Я раньше хотел вклеить, но сейчас, наверное, вклеивать не буду. Оставлю так, как есть. Крупный алмаз. Тут сейчас 250 на 200. Вот такая вот здесь указана связка. И здесь... Так, где маркировка-то? В общем, поменьше здесь она, маркировка. Я не вижу. Вот здесь уже она то ли стёрлась, то ли её... И не видно здесь. Ну, в общем, потоньше. Вот этот реально грубый. Он прям снимает металл. Его практически можно... Ногти на нём. Знаете, как у женщин есть? Не такой грубый, но прямо чувствуется. Толщина его... Вот досюда металл. Вот это всё алмаз. Вот где я ногтём пережил. Не знаю, будет там видно в камере. Давайте так вот поближе покажу. Вот. А это всё алмаз. Вот. Хоннинговальный камень. Я так понял, для... По-моему, для стёкол. Стекольная промышленность. Они зажимаются и вот таким образом обрабатывается. То есть она полусферная такая немножко. Она полукруглая идёт. Они вообще копейки стоили. То ли... По сегодняшним деньгам, года три назад, я покупал где-то порядка 200-250 рублей. Ну, это сколько? Это 3 доллара там, 4. Сейчас, может, подороже, я не знаю, толкают. Но очень хорошие рабочие камни, алмазы точнее. Вот опять. Вот это вот всё, 2 миллиметра, это всё сплошной алмаз. Выработать его, это я не знаю, сколько надо. Ну, на мою жизнь хватит. Так. Им я обычно подвожу, если мне надо где-то подснять. Я крупным шаркую. Мелким уже так, как доводочный. Шерстнул два раза. И я смотрю, где царапины проходят. То есть мне не надо... Мне не надо, чтобы у меня угол образовался. У меня здесь линза идёт. Вот. И поэтому я её процарапаю так, чтобы царапины уходили прямо по всей кромке. То есть как бы я обрабатываю так, чтобы не было угла. Я вижу, где царапины проходят. Вот. То есть цепляет всю вот эту вот радиусную часть. Ну вот. Ну а так, в принципе, просто подвести два раза, ширкнуть. Главное, на себя. Аккуратнее, не полоснуть. При этом он будет очень хорошо цеплять. Вот после вот тоненького камня. И уже вот на этом можно не доводить. Это трансформаторные стержни. Я их как-то нашёл штук 100. Пачка вот такая у меня была. Я их там пораскидал, поразвозил, там где-то повыкинул, поломались какие-то. В общем, у меня их штук 5 ещё, может, осталось. Это для подвода. Она вообще... То есть после неё строгает волос. Рез, конечно, после такой заточки, но тут даже не надо уже больше мудрить. Он просто шикарен рез. То есть мягенький практически. Но я не чувствую, как он режет. То есть видите, какие волоски срезает. Завитушки какие получаются. Ну, то есть рез просто. Больше не надо. Ну, если уж хотите, но реза тогда не будет с хрустом по деревяшке. У меня ещё вот такая вот паста. Я не помню, откуда я её брал. Вот доску я бати привёз. Бразильская деревяшка. Она ни воды не боится, ничего не помню, как она называется. Но это, по-моему, не Масарандуба, как-то по-другому называется эта деревяша. Ещё давно со стройки я привёз. То есть видите, она ни воды, ничего, можно её мочить в воду, она не выгнется, ничего с ней не будет. В общем, нанёс вот эту пасту. Паста эта поставлялась вместе с дремелем. Мексиканская вот эта контора делает, как же она называется. Ну, дремель 3000 плюс, 5000 там они делают дремель. Бурмашинка, короче. Вот эта паста, она именно даёт... Видите, она тут засалена уже, её немножко можно подскоблить. Вот, она опять, вот эта вот чернота уходит. Не буду сейчас на стол. Вот. И она очень хорошо снимает, именно оставляя агрессивный рез. То есть, вот в чём дело. Вот эта паста. Другую я не нашёл, я не знаю. Паста Гоя так не делает. Она зализывает, да, хорошо, но реза после неё нет. Это всё. Это, ну, тут уже дотрагиваться страшно. Просто будет с отскоком брить. Вот она. С хрустом, видите? Я даже не нажимаю. То есть, сейчас получше попробую показать, кому интересно. Ну, я до такой... О! То есть, я даже кожи практически не касаюсь. Он идёт срезание. Страшно просто. Вот тут эта паста даёт агрессивность при заточке. Оставляет её на дишке. Другой пасты я не нашёл. Ни диалюкс. Я не знаю, будет ли так работать на нём. Но это просто шикарно. Она всё. То есть, её просто вот... Реально страшно. Вот она, прям, видите? Состругивает. Она будет цеплять. Там газету не... Ну, тут я говорю, уже можно чейки там резать. Она всё. Вот. Вот эту, R6M5, я, в принципе, только на тонком алмазе могу. Шаркнуть два раза. Вот реально два раза. То есть, я по линзе здесь. Тоже подвода нет, она в линзу уходит. И здесь я не по плоскости, а немножко всё-таки приподнимаю. Всё. И вот здесь вот он уже всё. Уже будет резать тоже. С хрустом всё. Если его на пасте, дишка дальше... Ой, R6M5, она не любит полировки пасты. Никаких вот этих зазеркаленных поверхностей. R6M5 не любит. Ей надо нагрубо затачивать. Чем грубее, тем она будет... Вот микропилка вот эта будет. Она более стойкая и будет резать дольше. Так, что у нас из R6M5? Вот только два ножа. R6M5, R6M5. Оба кованых вручную. Именно. Проковано всё здесь на ноль. Здесь проковано и по торцу. То есть, видите, он неровный торец. То есть, это не пластина никакая, не какая-то плющина. Это именно... Тут толще, тут потоньше пошёл. Вверх специально не обрабатывал, чтобы показать, что это именно ковано и всё молотком. Сковывалось. Лезвие тоже сковывалось. Поэтому оно немножко так как бы его выгнуло. Потому что, когда проковываю, всё равно будет выгибаться. Выровнять полностью не получится. Вмятины здесь всё на клинке от ударов молотка. Я эту штуку ковал часа, наверное, 3,5. С кругляка. Такой кругляк был. Вот из него ковалось. Это просто, конечно, колоссально. Вот он тоже. Его можно вот на этой пасте два раза. Вот он прокованный. У него структура металла очень интересная. Отличается от мехпильной. Мехпильная так не будет резать, ни при какой заточке. А у этой какая-то прям жёсткая. Цепилючая такая. То есть шикарный нож. Шикарный. Я его и написал. Варяги, воины, Руси здесь рунами я написал. Варяги, воины, Руси. Но тут не видно. Плохо видно. Я выжигательным прибором. Вот он, да. Он, видите, у него агрессивность прямо такой вот. По бумаге есть вот этот хруст. Хотя он вроде уже, видите, даже поблёскивает кромка. Вот она остаётся агрессивной. Но это вот, я говорю, ручная ковка даёт. Когда вам рассказывают сказки, это ручная, кованый, нож, там что-то написано. Кованый или плющенный. Это разные вещи. Одно дело, сплющили они пластину под мехмолотом. А дальше просто наждаком вырезали, обточили лишнее. Или проковывали всё с минимумом обработки. Здесь вообще минимум обработки. Так, я чуть подвёл спуски и всё. А всё остальное, он именно вот тут прокованный, вот эта вот кромка. И у неё рез агрессивный. Мужики, я вам точно говорю, мне врать незачем. Я делюсь вот своими сторонами. У него с хрустом рез. Агрессивный такой, мощный, долго не тупится. Ну, то есть шикарный. У него тоже он бреет хорошо. Вот мне нравится. Вот, видите, с хрустом. Причём у него очень хорошее. Так, остальные всё D90MP. Вот давайте, смотрите, два ножа R6M5, убираю их. Остальные всё D90MP. Вот эти все. Тоже всё вручную прокованы. Это колоссальный труд, когда вам будут... А это K190. Когда будут рассказывать сказке, что вот там. Поэтому, видите, здесь вот не убраны вот эти вот раковины ещё кое-где. Вот они. Обрабатывается крайне тяжело. Она как стекло. Её тоже можно... Вот она сейчас тут у меня под микровыкрашивание. Она в ноль спущена вообще тоже. Бритва фактически. Удобно. Просто мне неудобно. Если я сейчас буду показывать это, мне придётся немножко тогда делать, чтобы не было удобно. Видно будет не очень хорошо. D90MP, мужики. Режет как бог, честное слово. Я не знаю. Здесь, не обращайте внимания, здесь выкрашены. Здесь я что-то долбил, я помню. И вот здесь вот, крупное выкрашено здесь. Здесь вот тут, 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 тут. Вот тут всё микровыкрашено. Вот в этой части. Носик, в принципе, целый. И этот нож у меня такой, он рабочий. И мне его вообще, я его там, что только мне делал. Батареи там, он. Нужно было подкрутить, воздух стравить. Я и крутить начал, оно с хрумкой, оно в ноль. Но это чисто резать. То есть, кости режет там с хрустом, вот эти куриные все. Очень удобные, мощные в руке. Узкая здесь часть. Тоже такая своеобразная рукоятка. Для мощного хвата можно перехватываться. То есть, она длинная достаточно. То есть, делает нож такой, он как больше кухни, универсал такой по кухне. Вот почему по кухне, смотрите, удобно. Вот доска разделочная, видите, пальцы мне не мешают. Вся кромка прилегает. Вот видно даже, наверное, давайте так вот покажу. Вот, когда если что-то шинковать, на доске разделочной, и он немножко такой полукруглый, можно даже им вот такие вот. То есть, это как такой кухонник, такой вот, больше. Вот. Ди-90 МП, тоже зверюга цепляет. Вот сейчас он подточен был вот на этом алмазике, на тоненьком. Он 150, я не помню, сейчас точно не скажу. Он дает рез, агрессивность. То есть, будет так вот с хрустом резать, резать, резать какой-нибудь там войлок, тряпки какие-то. Если нужно, чтобы брил, так тоже будет волос слетать. С потягом идешь, а на кожу не разрезать. И он будет его микропилкой стачивать. Ну, а говорю, вот на этой пасте стоит два раза, три махнуть. Сведение тоже тоненькое, он как навалия, как бритва делается. Навалия – это бритва. Навалия, я вагазганду бураки. Навалия, нам. Ну, вот. Вот два-три раза махнул, все, я уже чувствую, вот, агрессивность остается, вот, после этой пасты. Он чище режет, но остается вот эта агрессивность. Дишка, конечно, мужики, это просто за ее час. Хочется что-то показать, порезать волосы, например, но уже их тут часы дальше. Блин, сейчас кожу цепану. Ну, поверьте, бреет он хорошо. Тоже все отскакивает, отлетает. Я два-три раза махнул на пасте. То есть, острота здесь феноменальная. Вот этот, он погрубей, потолще. Смотрите, толщина тут пять с половиной идет. Чуть-чуть сужается на сход, вот. Удар от молотка сведен в ноль без подвода. Смотрите, я покажу, подвода отдельного нет. Он идет, идет, идет и сразу уходит в ноль. Нет углов никаких специальных. Вот о чем я говорил, что углов нет. Точить такие ножи, где сведение в ноль, лучше всего взять коврик от мышки. Старый можно обрезать, полосочку потоньше. Так можете целый взять. Сюда лист наждачной бумаги на него, которым правите. Поддавливаете. Он утопает. Коврик мышки облегает его, как бы сказать, по профилю клинка. И вы начинаете просто в одну сторону, в одну сторону сводить. Переворачиваете и точно так же. Ну, нужно закрепить наждачку, понятно, чтобы она там не лозила. И обратно. И все. И больше ничего не надо. Наждачку сами берите там от размера. Шестисотый там можно. До восьмисотый. Больше, в принципе, я так думаю, не надо. Вот. Но у него тоже. Два раза махнул. Вот надо просто подснять вот эту вот... Там уже остатки металла на этой пасте. Надо его немножко пообновить. Снять. И тогда, да, у него колоссальный рез. Тоже всю бумажку изрезал. Но можно взять чек. Но это чисто у меня такой грубый нож. Он больше такой городской. И можно использовать его. Ну, самый вот любимый, я вам точно сейчас покажу. Это вот один из самых удобных ножей. Это вот этот клинок. Посмотрите, длина клинка. Тут, по-моему, порядка 7,5-8 длина. Ну, где-то около 8. Там, по-моему, 7,5-8 я мерил. Сантиметров имеется в виду. Толщина пятера. Вот здесь вот. И пошел-пошел потихоньку на клин. Линза в ноль спускалась болгаркой. Мягкий диск брался, наждачный такой, на резиновую головку одевается. У нас таких я не очень видел. В продаже именно. Вот они на такой жесткой основе. Ну, я показывал там видео, можете посмотреть. И на низких, на снижающих оборотах вот заполировывается, чтобы не сжечь кромку. И сводится в ноль. Чтобы уже она была как у барк риверов. В ноль идет. Рез такого ножа и стойкость режущей кромки колоссальная, конечно. Тоже я их не подводил. Уже больше, наверное, месяца и работал им. И в лес уже несколько раз тут таскал. Просто, ну, не снимаю все выходы в лес. Понятно, что иногда так возьму, поснимаю. Ну, вот. Вот кованый R6-M5 на уровне Дишки практически. Практически. Но Дишка у нее плотность что ли повыше. Она, ну, там, понятно, там, у Лик Денетет, у Эльфрам Ваннадии, там, она такая монстр, звери, порошок плюс к тому. Тоже у Клерода там под 2%. В общем, мне нравится она. Хотя, я говорю, я его там и долбил, и ломал. У него вязкость ударная тоже на высоком, прилично высоком уровне. И вот эта паста, она в таком, в Дремеле, она в таком бочоночке продавалась. Есть зеленая и вот эта вот коричневая. Но зеленая она какая-то вообще никакая. А вот эта вот коричненькая, она как полупорошок такой. Я ее, по-моему, там, то ли скипидаром, то ли чем-то немножко так разбавил. А, нет, я ее нагрел и намазал. Она когда растапливается, типа, как такая сургуч. Она сургуч напоминает. Она такая сыпучая, плотная, как полупесок такой застывший. Но когда ее нагреешь, она немножко, как шоколадка, да. Вот шоколадку поджигаешь, вот такой же у нее состав. И быстренько я намазал ее, и она вот на коже, сколько лет уже тоже этой доске, я не помню, это еще я с Бразилии привозил. Уже, наверное, больше семи лет, пяти. Ну, пять-то точно есть короче этой доске. Вот, поэтому батя тут тоже правил. У нас же, не знаю, я у него там уже не спрашивал. Но я говорю, я на ней правил. У нее очень хороший, у нас, видите, как бы цепляет. Поэтому, как бы цепляет, схватывает. То есть, не проскальзывает, а зацепляет или срезает, или рвет. То есть, у нее вот эта вот агрессивность тоже присутствует. Ну, и он удобен за счет того, что рукоятка здесь скруглена, она маленькая, такая, как полупистолетная профиль. Выемка она не нужна. В принципе, можно было выемку не делать, но я так, чтобы поуже просто это место было, чтобы не здесь палец был, а как бы немножко поуже держал, потому что сам клинок не широкий. Вот. Ну, вот, один из любимых, конечно же, это вот этот, потому что на него угрохано было столько времени и сил, я помню, и он такой получился. Это, как сказать, сувель, не сувель, но, в общем, тоже часть, которую я лично пилил, это суккупирабранка дерева. Можете посмотреть, суккупира есть, а есть суккупирабранка, они два типа дерева. Оно тоже как лечебное используется, там у нее такие семечки, если их раскусить, они такие омар, горькие-горькие. И они там для всяких болезней от печени, от всего, там, можете почитать, суккупирабранка, лечебное растение в Бразилии растет. Ее никакой ни мошка не ест, ни жук, ни караеды, ничего там не заводится в этом дереве. Оно живет там сколько-то сотен лет, и, в общем, ему по барабану. И вот я нарост срезал, там был слом, и такой нарост на дереве. Когда, знаете, рано у дерева, он обрастает такой вот. Я ее срезал, и через года три, наверное, образовался на этом месте еще нарост. Я его еще раз срезал. Вот сделал из первого среза, я сделал ручку товарища моего, у друга. Ножик до сих пор, может, я как-нибудь встречусь с ним, попрошу взять, сниму этот ножик, посмотрю, что с ним стало с этим ножом. Он уже, наверное, ножу лет восемь, может, этому ножу, тому. И вот срезал еще я с окупиры, и она вообще как кость, деревяшка, не боится. Ее вообще не отправляют. Это как кость, по сути. Дерево плотное такое, что... Ну, даже не железное дерево, тут вообще, я говорю, оно твердое такое. Даже не объяснить, видите, оно какое... Я его замучился обрабатывать. Когда обрабатываешь, смола с него такая лезет, он нагревается, лезет смола с него, и... Вот. Что еще рассказать? Этот я делал больше как, скажем так, ну, знаете, хотел что-то такое сделать, типа как бритву фиксированную. Уже я про него рассказывал. И тоже плющил. Ди-90 МП. Здесь поверхностная и маленькая тонкая трещина, она насквозь не идет. Очень туго ковалась железка. То есть я вытягивал с такой вот пластины, вытягивал, вот, кстати, хвостовик досюда. То есть вытягивать это все ковкой. Потом настукивал здесь вот, чтобы настучал молоточком, круглым бойком, чтобы такая вот неравномерность. Ну и сыр удобно резать, в принципе. На кухне я его не использую сейчас. Может тут ножи свои есть. Но, тем не менее. Из лесных самый, мне показался, удачный модель это вот эта. Хотя он вроде широкий, действительно, соглашусь. Но ширина лезвия позволяет очень удобно расщеплять. Когда загнал что-то, нужно отщепить, дает вот этот рычаг поворотистость. Вот сама рукоятка тоже широкая достаточно. Если здесь посмотреть, она круглая. Сейчас не видно, тут может быть. Вот, видите, это более, она сжата, то это более широкая рукоять. Вот. И поуже даже. Кое-где, если так вот посмотреть, видите, она по профилю немножко, ну, отличается. Вот. И все-таки вот этот нож для леса хорош, мне нравится. Даже больше, чем вот этот, скандинавский в линзу. Спуск. Хотя этим колоть тоже неплохо. Раскалывает, будь здоров. Вот. Ну, тут на любителя. Ну, мне вот по сердцу лег вот этот. То есть удобная модель, удачная, действительно. Я такую где-то тоже видел уже похожую эту модель. Можно где-то найти, наши вроде делают. Какие-то фирмы. тоже линза идёт. Тут линза отсюда начинается. Здесь практически она идёт ровно. То есть тут нету явного такого, тут как бы полога. А здесь более для того, чтобы можно было, я уже говорил об этом, строгать. Более здесь вот входило, а здесь он более плоский. Вот. Чтобы можно было здесь вот больше оперировать. Вот. Чтобы он не зарывался туда, а как бы можно было его выкручивать здесь. Поэтому линза здесь более пологая, а здесь более спокойный сход идёт. Вот такой профиль. То есть, ну, всё это, конечно, я говорю, на коленке делалось это без гриндера, без мастерской и так далее. То есть это колоссальные, конечно, затраты. Кто не верит, можете сами попробовать дома сделать. Имея болгарку, дрель ручную, в принципе. Ну и всё. Даже я говорю, не предлагаю ковать. А так вот такие вот модели. Пока вот всё рассказал про чехлы. Чехлы все из чепрака шиты. Я за то, чтобы делать вот чепрачные. Вот такие вот, прочные. Всё чепрак, всё чепрак, всё чепрак. Это всё чепрак. Ну тут, сами понимаете, дубовые такие. Чтобы его оборвать, сломать, это я не знаю. Это надо затаскивать его. Всё чепрак. Всё чепрак. Это пластик, а это кора. Я просто делал временный чехол там для двух ножей похожего размера. И он просто подошёл вот к этому, где он тут закопал. А вот он. Вот. И он просто сюда подошёл, а поскольку он такой, как бы сказать, ну вот, викинг такой стиль. Северный нож. То я его просто, он подошёл более-менее, ну я и стал просто его использовать. Здесь он немножко потом прорезал, надо будет заклеить, хотя я бересту взял, чтобы новый чехол сделать. Но посмотрю, пока использую вот этот. И он удобный, достаточно жёсткий, лёгкий при том. Так.